Голод не тётка, доказала хозяйка общепита в Нижнем Тагиле. Каждый день женщина приглашает на бесплатный борщ детей из малообеспеченных семей. А после сытного обеда у школьников есть возможность тут же в кафе утолить ещё и творческий голод. Анжела Брик выяснила, почему важнее разогреть не еду, а интерес к жизни. После уроков радостно они бегут не домой, а в кафе. Здесь ждут только тех, у кого в карманах пусто. И родители не могут дать денег на карманные расходы. Сегодня в меню борщик, супик. Дети его очень любят. Здесь у нас пюре гарнир, они его обожают. За вкусный и сытный обед с детей не берут ни копейки. Ведь они из малообеспеченных семей. Кормилицей для всех стала бизнес-леди директор кафе Ольга Ивановна. Она и сама знает, что такое голод. Родилась в войну. Семье, где было четверо детей, частенько приходилось туго. И такого в мирное время Ольга Ивановна никому не желает. Коллектив её идею поддержал. Всего за месяц в кафе накормили 165 детей. Ну дети, ну дети, ну как? Вот если вот идёшь мимо, а ребёнок стоит, у него глазёнки вот такие светятся, он есть хочет. Ну как пройти мимо? Мимо её кафе теперь точно не проходят. Соцработники признаются. С этими детьми давно знакомы. И для многих это единственная полноценная еда за день. Некоторые родители даже не могут принести справку. Все собрать весь пакет справок, чтобы от ребёнка питался бесплатно. И поэтому для некоторых детей вот здесь вот это кормление, это единственное горячее кормление в течение всего дня. Впрочем, живут здесь не хлебом единым. После обеда творческие занятия. Каждый день здесь что-нибудь клеят или рисуют. Сегодня мастер-класс по лепке из солёного теста. Поэтому сегодня мы будем делать вот таких вот замечательных, очень позитивных, очень красивых, очень радостных мартовских котов. Впрочем, это не первый опыт. Правда, раньше кормили за казённые деньги. За 9 лет по городской программе через кафе прошла не одна сотня неблагополучных или беспризорных мальчишек и девчонок. Но в прошлом году финансирование прекратили. А дети продолжали приходить. Так что платить за обеды приходится теперь из собственного кармана. Ещё ни один школьник отсюда не ушёл голодным. Если за мной стоит коллектив, я всё-таки считаю, что мы всё-таки выдержим это. И как дальше будет, я не знаю. Но бросать кормить детей я не буду. Анжела Брик. Новости 41-го канала.